привет сегодня мы с вами будем делать вот такого достаточно необычный прошитый тканевый переплет отличие его от переплета который я показывала до этого в том что здесь у нас служит прослойка между страницами ткань и не более здесь же у нас идет ткань и обязательно белая соединительная полоска посмотрите пожалуйста как смотрится примерно в альбомах здесь вот у нас белый соединитель ну а здесь вот такая вот чудесная тканишка просматривается переплет я мало у кого-то встречала поэтому решила вам показать как его делать делать его принципе я не могу сказать что очень легко надо просто быть внимательными и аккуратно здесь сам смысл в том чтобы очень очень ровно сделать вот такие вот строчки это видео будет короче чем предыдущая с переплетом но это только из-за того что в принципе они очень похожи просто есть отличие в одном нюансе как раз вот его я покажу а все остальное я буду показывать сокращенным буду сейчас на ней вырезать мои полоски которые служат соединением между страницами на 6 разворотов 4 полоски по 4 сантиметра 2 полоски по 5 сантиметров и высоту полоски вот здесь вот внимание высоту полоски я буду брать на 1 миллиметр меньше чем чем высота моей страницы высота моей страницы 20 сантиметров значит высота моей полоски 19 и 9 сантиметров ткань я предварительно хорошо прогладила для того чтобы мне удобно было вырезать ровные полоски теперь я беру дизайнерский картон смотрите я его склеила в 2 дизайнерский картон плотности у меня где-то 300 грамм и он достаточно гибкий и крепкий его конечно можно заменить канцелярским белым картоном и в принципе можно также его проложить в один слой но я хочу чтобы мой переплет не был слишком мягкий такого ты хлипкий то я решила проклеить две стеночки высота моей полоски на 2 миллиметра меньше чем высота картонки на моей обложке мои замеры я вам напишу в описании под видео высота значит вот этой вот картонки которая будет задней стенкой нашего переплета 20 сантиметров и 6 миллиметров высота моего картона на обложку высота моего картона на обложку 20 и 8 сантиметров ширина 20 и 4 размер страниц у меня 20 на 20 сантиметров ширину пока что я рассчитываю произвольно где-то примерно я рассчитываю что у меня 6 разворотов беру в среднем один сантиметр значит около 6 сантиметров можно немножко больше 780 потом и лишнее просто срежем вот теперь внимание как раз вот в этом и существует разница между двумя переплетами мне нужно рассчитать то расстояние где у меня будут строчки находиться расстояние между страницами в моем переплете будет 7 миллиметров я беру от края отступаю 1 миллиметр отступил теперь здесь я считаю 7 миллиметров тем толщина моего картона полтора миллиметра поэтому вот здесь я беру с запасом 2 миллиметра теперь снова я беру 7 миллиметров и 2 миллиметров и 2 миллиметра снова 7 миллиметров и 2 миллиметра и таких у нас должно получиться 6 полос по 7 миллиметров здесь у меня заканчивается 7 миллиметров и снова я беру но запас в один миллиметр снизу я делаю точно так же лишнее я срезаю чтобы моя задняя стенка была более гибкая и картон не сломался я проклею ее тканью высоту моей ткани буду брать соответственно высоте полоски 26 а ширину с запасом где-то по три сантиметра в каждую сторону примерно 11 12 12 сантиметров где-то следующим этапом будет приклеивание и пристрачивание этих полосок к нашей задней стенке я беру полоску что пошире 1 и отмеряю с одной стороны где-то примерно полтора сантиметра и 7 миллиметров черчу полоски эта полоска нужно пошире вот для этого видите здесь вот удобнее будет соединиться обложкой как раз более длинной полоской а страницы нам достаточно более короткой здесь будьте внимательны не растягивайте очень сильно ткань потому что тогда она просто все съедет перекосится искривиться и не получится ну вот получается у меня здесь две полоски расстояние между ними 7 миллиметров с одной стороны шире с другой стороны меньше сейчас полоску буду приклеивать сюда сплошную приклеиваю я здесь ткань к бумаге при помощи клея пва будьте внимательны pva немного коробит бумагу тонкую если бумага толстая то это никак не должно у вас повлиять но это я говорю про тот пва которым пользуюсь я фирмы дельта здесь немножечко пометочки приподниму чтобы повыше были чтобы мне было лучше их видно еще кстати для уверенности в том что вы все равно начертили померите ваше расстояние ширину ваши полоски меня здесь 55 здесь тоже 55 значит начать его все ровно и приклеиваю мою полоску короткий кусочек меня с этой стороны справа и теперь вот видно вам то я ее клею не тяните здесь очень сильно ткань этого делать не нужно смотрите чтобы полоска обязательно приклеилась ровно нигде не растягивалась поэтому я ее просто вот приложила и поприжимала и вот куда я ее приклеила вот моя первая отметка 1 миллиметр и вот моя полоска начинается 7 миллиметровая видите они на одном уровне дальше вот опять 7 миллиметров и вот моя полоска снова все теперь я буду делать строчку строчку я делаю как раз по этим полов на полосам чтобы строчка была ровно вот я его здесь вот прохожу дохожу до низа разворачиваю дохожу до верха снова разворачиваю разворот у меня будут здесь вот на белом куске картона когда будете делать строчку тоже будьте внимательны при при прострачивании ткань может вода тянутся то есть всегда ее поправляйте как бы по возможности немножечко пальчиком как бы поднатягиваете в обратную сторону и чтобы она у вас не вытянулась вот потому что нам нежелательно чтобы она тут слишком удлинялась потому как тогда она будет вылазить за края моей страницы если у вас произошла эта проблема ткань вылезла за край вашей странице она у вас растянулась до во время прострачивания не переживайте это тоже легко исправляется вы берете ножнички и немножечко вот здесь вот уголочек подрезаете с этой стороны и можно с этой стороны так можно обрезать в принципе и все полоски для того чтобы ткань уж точно не вылезла за края и наших страниц вот примерно так но конечно же тогда ткань немножко больше будет сытаться вот это из недостатков таких но в принципе вы можете их снова же обработать или пва или например вы будете когда наклеивать то на нее тоже вот нанесете клей вот смотрите у меня строчка ровно ровно вот по той линии идет по которому я я ее рисовал теперь занимаемся следующей полосочкой вот я себе немножечко здесь так вот отогну для удобства вот кстати мои строчки вот вот моя вторая полосочка я снова черчу линейка расстояние 7 миллиметров где-то по центру моей полоски тоже видите вот ткань пытается у меня подключить но я и не даю и теперь снова приклеиваю сюда беру мою полоску и прикладываю строго по вот этим меркам теперь аккуратненько прижимаю пальчиком чтобы линия моя нигде не согнулась не пошла змейкой или волной вот здесь и здесь нужно делать одинаковое расстояние все теперь я снова делаю строчку смотрите в этот раз я начинаю с этой стороны я уже снимать не буду я я ставлю иголку сюда провожу здесь сюда захожу заворачиваю прохожу здесь заворачиваю мою первоначальную точку все выложу нитку вот моя вторая полоска вот она тоже четко четко вот по отметинкам идет четко по линии и вот здесь вот а вот между ней как раз вот есть расстояние для того чтобы я проклеила мой картон вот теперь также я приклеиваю пристрачиваю остальные мои полосочки для того чтобы убедиться что я наклеила мою ткань ровно я беру линейку и вот так вот прям прикладываю смотрю проходит ли моя полоска как раз по этим точечкам между между ними вот по линии проходит ли надо у меня проходит у меня все отлично у меня ровно если вдруг у вас не ровно вы лучше снимите эту полоску до немножечко подождите пока она чуть-чуть как бы стянется у вас назад потому что вы когда будете сейчас снимать она растянется когда она назад тянется вы снова сможете приклеить и еще такой нюанс если вдруг у вас уже такая вот бяка получилась вдруг вы съехали смещаете или вы боитесь что вы можете сместить то возьмите тогда вот здесь вот небольшой запас картона вот эту ткань и к нему не приклеивайте да просто вот оставьте сзади чуть-чуть побольше чтобы вы тогда вот по ходу действия чтобы вы смогли отрегулировать ваше расстояние вот если у вас все сместится немножечко дата в эти точечки снова же передвините в правую сторону и здесь вот тоже самое и будете строчить уже по новым точечкам ручки я все сделала все у меня получилось видите вот здесь вот у меня как раз остался запас в один миллиметр для того чтобы просто эта строчка не соскочила теперь я вот эти вот ниточки сейчас все выведу в одну сторону завяжу аккуратненько в узелочек и здесь тоже моя обратная страна мои ниточки мои узелочки теперь будем заниматься кантика вот остаток моей ткани примерно здесь у меня расстояние 7 сантиметров где-то смотрите вот мое вот это расстояние я по нему оставляю здесь на загиб и здесь на закип и вот так вот примерно отрезаю и второй тоже отрезаю ткань которая нам не понадобится вот чтобы я могла ткань которая на обложке подогнуть под картон 22 с половиной сантиметра как раз на величину моего рассчитываемого загиба теперь дальше вот моя ткань я ее один раз загну и второй раз загну для того чтобы мой кантик был такой по плотнее потолще по богаче и и возьму сейчас сюда вот приклею для того чтобы он никуда не делся я сейчас сделаю строчку вот как раз по моей швы вот что у меня сейчас с обратной стороны вот моя строчка вот с обратной стороны принципе это необязательный элемент как бы без нее можно обойтись но я ее дело для того чтобы убедиться что кантик точно нигде не денется все дальше все просто мы загибаем и приклеиваем и я на самом деле я на самом деле чем вот но кантин готов я на самом деле я нажимаю я убрала и теперь будем приклеивать наш картон сюда приклеивать я буду точно таким же способом как в моем предыдущем видео с переплетом начну я тоже маленький такой нюанс да с какой страны начинают видеть у меня все ткани они в эту сторону наклонены поэтому я буду начинать с этой стороны чисто для удобства вот и все вот сюда все вот картон я приклеила и таким же способом клею все остальные давайте покажу тот момент когда случае у вас ткань выходит до пуст за рамки вашей страницы я покажу как выйти можно из этого положения очень легко вот моя полоска я приклеиваю как обычно а вот с краю такой нюанс я пальчиком просто вот ее подгибаю это же ткань вот раз все и под уровень я как бы подогнала здесь точно так же смотрите она у меня длинненькая евро с пальчиком вот такими вот движениями вот сюда вот и подклеила вот здесь вот мало клея надо доклеить потому что этот участок должен обязательно быть проклеен вот готово теперь мы с вами приклеим картон который лежит в основе обложки вот так вот дальше мы с вами делаем все тоже абсолютно то же самое что и в том мастер-классе которые я ранее вам показывала теперь мы с вами сделаем задний корешок снова же из дизайнерского картона вот у меня здесь расстояние от края до края от картона до картона 6 сантиметров для того чтобы все было эстетично нужно будет оставить небольшой запас и я возьму себе где-то 6 и 2 миллиметра ширины моего корешка а высота будет равна высоте моей обложке 3 я делаю пометки здесь у меня где-то 12 сантиметров я беру здесь на равном расстоянии где-то отмеряю вот эти вот мы 6 и 2 сантиметра и 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 Субтитры подогнал «Симон» Теперь я заглаживаю шовчик. Я люблю заглаживать в определенную сторону, смотрите, в сторону более темной ткани. То есть вот сюда я его сейчас заглажу. Потому что иногда просто под светлой тканью он может просвещаться и будет не очень красивым. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» На этом все. Спасибо за просмотр видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дислайки. Пока!